Приветствую вас. Давайте мы с вами попробуем разобрать то, что вы написали, и выработать какие-то рекомендации по поводу того, что вам делать. Итак, мужчина не был готов к отношениям. Почему вы решили, что он не готов? Как его неготовность проявлялась вообще? То есть, если вы знали, что он не готов, то из-за чего он не готов? Ну, и что произошло в его жизни? Нет, такого, что как бы, ну, позволило ему быть не готовым, да, скажем так. Вот. Это первое. То есть, какие у него проблемы? Вполне вероятно, что именно исходя из проблем его, можно было бы уже сделать вывод о том, как вам нужно себя вести. То есть, ведь неготовность, она по большому счету бывает продиктована, ну, довольно большим количеством причин. Это может быть и негативный прошлый опыт. Это может быть страх, это могут быть какие-то нереализованные желания, мужчины и так далее. То есть, ситуация может быть достаточно разнообразной. И необходимо понять, что мешало мужчине быть готовым к отношениям. Вот. Как вы себя, ну, позиционировали в этой ситуации. То есть, вы же, я так понимаю, что вы настаивали, вы хотели, чтобы он был с вами, вы нуждались в том, чтобы он был с вами, да, вы, как бы, ну, проявляли инициативу, да, завоевывали его, ну, так вот, можно так сказать, постепенно, да, постепенно завоевывали его. Вот. И это в известной степени ваша позиция. Вот. И, соответственно, нужно понять, чем она уже продиктована, теперь эта позиция. Почему вы выбрали мужчину, который был не готов с вами вступить в отношения? Почему вы выбрали такого человека? Зачем вы выбрали такого человека? Далее. Спустя длительное время, очень медленно идет на сближение. Хорошо. А как вы думаете, что заставило человека идти на сближение с вами? Ну, вот, конкретно и по факту. Что заставило? Ну, человеку что-то нравится, человеку что-то понравилось из того, что вы, ну, делали из того, что вы совершали, из того, как вы себя проявляли. Человеку нравится ваше поведение, человеку нравится то, как вы себя с ним ведете. Вот. Подумайте. После чего конкретно человек стал идти на сближение. Ведь что-то его заставило это делать. Вот. И надо определить, что именно. Что именно заставило человека. Тогда и вы сможете понять, как ну, не испортить то, что между вами происходит. Ну, наоборот, более внимательно к нему относиться. Более внимательно следить за его реакцией, за его поведением, за его действиями, поступками. Вот. За проявлением. Ну, реакция. Это самое главное. Реакция. Вот. Я понимаю, что вы не хотите спрашивать мужчину о его прошлых похождениях. Вот. Об этом я еще скажу. Но, тем не менее. Как бы. Я понимаю, не нужно спрашивать, если не хотите. Вот. Ну, тем не менее. За реакцией-то следить надо. Чтобы понимать, что человеку нравится. Вот. Тут уже зависит все от того, насколько вы внимательный человек. Насколько он важен для вас. Да? Далее. Значит. Как не отпугнуть? Странный вопрос. Странный, потому что вам нужно быть с собой в отношении с ним. Знаете? Если вы не будете сами собой, то рано или поздно человек узнает вас другой. Когда вы перестанете бояться его отпугнуть. И к вами возникнут проблемы. Тогда. Почему? Как вы думаете? Да, потому что он будет думать, что вы одна, а вы на самом деле другая. Так люди и ссорятся. Так люди и расходятся. И именно тогда, когда изначально пытаются быть теми, кем они не являются. Вот почему вы боитесь человека отпугнуть? Вопрос. Ну, отпугнете его и что? Что дальше? Что такого страшного произойдет? А страшного произойдет то, что вы вы можете что-то для себя потерять? Так вот, и вопрос. А что же вы можете потерять в отношении этого человека? Что вы можете потерять? Что вам нужно такого, что вы боитесь отпугнуть человеку? для чего? На какую цель преследует? Какое желание ваше призвано реализовать? Подумайте об этом. И при чем здесь мужчина? Опять же, ну, ваш. Почему он должен реализовывать ваши желания? Далее. Какие главные ошибки случают женщины пытаются мужчину охомутать? Главные ошибки это давить на человека привязывать его к себе, предъявлять претензии, обижаться, требовать чего-то, что мужчине явно не нравится. Вот. В основном это потребность его внимания. Ну, как правило, женщинам нужно больше внимания. Вот. И игнорирование зоны комфорта мужчины. постоянный выход из зоны комфорта. Мужчина. Это основная ошибка, которую женщина совершала. То есть, она уже смотрит на него, как на мужа. А он то ей еще не муж, он никто. Понимаете? Еще одна ошибка, которую можно назвать, это интимные отношения. вступление в интимные отношения раньше времени очень сильно снижают ценность женщины для мужчин. и, соответственно, понижают его желание снижать. Далее. Совершенно нет желания спрашивать 36-летнего мужчину про его похождение. Ну, во-первых, откуда это слово такое похождение. То есть, вы не принимаете того, что у мужчины могла быть жизнь до вас. Вы избегаете этого, вы хотите быть для него единственной. Это так. Для него может быть вы единственная, но сейчас, только сейчас, только здесь и только сейчас, вы для него единственная на данный момент времени, но ни в коем случае не вообще в жизни. И это нормально, если вы спросите у него как ты жил до встречи со мной, какие у тебя были отношения и почему они закончились. Парни может быть мужчина маньяк какой-нибудь, вы же не знаете. Это важно. Далее, вы говорите, совершенно нет желания. Знаете, если у вас нет желания, это не значит, что этого не надо делать. вам рекомендации дают не просто так, понимаете, вам же рекомендации дают за счетом на то, что чтобы помочь, а вы получается помощь отвергаете. ну я согласен, что может быть вам форма не понравилась и вы подумали, что это звучит так, что вы просто берете к человеку, подходите и начинаете у него выпрашивать. Мол, что, почему, как и так далее. Нет, более деликатно делается. То есть просто постепенно у него надо спрашивать, а вот ну как вообще, расскажи мне о себе, например, были ли у тебя женщины, ну наверное были, ты такой красивый, ты такой интересный мужчина, наверное были. Почему ты расстался с ними, мне же интересно, я не собираюсь тебя обвинять, не собираюсь выяснять все подробности, а просто хочу узнать тебя получше. Я не собираюсь лезть к тебе в прошлое, тебе в душу. Просто хочу тебя узнать, это нормально. Другое дело, что может быть это рано сейчас, и может быть имеет смысл немножечко попозже это сделать, это да, это может быть, но это правильно. Люди спрашивают друг о друге, узнают друг о друге, пытаются понять друг друга, так как иначе. На этом все, надеюсь, помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго доund Спосской.